Редьерд Киплин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что у крокодила бывает на обед? Все громко закричали и принялись долго безостановочно ругать его. Когда, наконец, его оставили в покое, слоненок увидел птицу Кола-Кола, сидевшую на кусте терновника, и сказал Отец ругал меня, мать ругала меня, дядюшки и тетушки ругали меня за неугомонное любопытство, а я все-таки хочу узнать, что у крокодила на обед Птица-колокола мрачно каркнула ему в ответ Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья-лихорадки, и сам посмотри На следующее утро, когда равноденствие уже окончилось, неугомонный слоненок взял 100 фунтов бананов, мелких с красной кожицей, 100 фунтов сахарного тростника, длинного с темной корой и 17 дынь, зеленых и хрустящих, и заявил своим милым родичам Прощайте! Я иду к большой серо-зеленой мутной реке Лимпопо, где растут деревья-лихорадки, чтобы узнать, что у крокодила на обед Он ушел, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать Шел он, шел, шел на северо-восток и все ел дыни, пока не пришел на берег большой, серо-зеленые мутные реки Лимпопо, где растут деревья-лихорадки, как ему говорила птица-колокол Надо вам сказать, милые мои, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты Неугомонный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, как он выглядит Первый, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон Простите, вы не видели в этих краях крокодила? – спросил слоненок Не видел ли я крокодила? Что за вопрос? Простите, но не можете ли вы сказать мне, что у крокодила бывает на обед? Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал ругать слоненка Странно, отец и мать, родной дядюшка и родная тетушка, не говоря уже о другом дяде Кипопотами и третьем дяде Павиане Все ругали меня за неугомонное любопытство! Вероятно, и теперь мне за это тоже достается! Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше Немного разгоряченный, но нисколько неудивленный По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать У самого берега большой серо-зеленый мут на реке Лимпопо он наступил на что-то, показавшееся ему бревном Однако в действительности это был крокодил Да, милые мои, и крокодил подмигнул ему глазом, вот так О, простите, не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила? Тогда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины Слоненок вежливо попятился Ему вовсе не хотелось, чтобы его опять ругали Иди сюда, малютка, сказал крокодил Почему ты об этом спрашиваешь? Простите, но все родные ругали меня Даже сейчас мне досталось от двуцветного питона И если вам все равно, то пожалуйста, хоть вы меня не ругайте Иди сюда, малютка, я крокодиль И в доказательство он залился крокодильями слезами У слоненка от радости даже дух захватило Он встал на колени и сказал Вы тот, вы тот, кого я ищу уже много дней Будьте добры, скажите мне, что вы едите на обед? Иди сюда, малютка, я тебе скажу на ушко Слоненок пригнул голову к зубастой зловоной пасти крокодила А крокодил Схватил его за нос Который у слоненка до того дня и часа был не больше запога Хотя гораздо полезнее Кажется, сегодня Кажется, сегодня на обед у меня будет слоненок Это вовсе не понравилось слоненку, милые мои И он сказал в нос, вот так вот Не надо, пустите! Тогда двухцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел Мой юный друг, если ты сейчас не примешься тянуть изо всех сил То могу тебя уверить, что твое знакомство с большим крокодилом окончится для тебя плачевно Слоненок сел на берег и стал тянуть, тянуть, тянуть А его нос все вытягивался Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом А он тянул, тянул и тянул Нос слоненка продолжал вытягиваться Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул, тянул, тянул А его нос продолжал вытягиваться Крокодил загребал хвостом в воду, словно веслом А слоненок тянул и тянул и тянул И с каждой минутой нос его вытягивался Ой-ой-ой, знаете, это уже чересчур, сказал слоненок через нос, который же очень сильно вытянулся Тогда на помощь явился двухцветный питон Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул Но слоненок и двухцветный питон тянули сильнее Наконец крокодил выпустил нос слоненка с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопо И слоненок упал на спину Однако он не забыл сейчас же поблагодарить двухцветного питона А затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом Что ты делаешь? Мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, чтобы он съежился Ну, тебе долго придется ждать Удивительно, как иные не понимают собственного счастья Три дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился А нос нисколько не укорачивался и даже сделал ему глаза раскосыми Вы понимаете, милые мои, что крокодил вытянул ему настоящий хобот? Такой, какой-то и теперь бывает у слонов Под конец третьего дня какая-то муха укусила слоненка в плечо Сам не давая себе отчета Он поднял хобот и прихлопнул муху Преимущество первое, заявил двуцветный питон Этого ты не мог бы сделать простым носом Ну, а теперь покушай немного Сам не давая себе отчета Слоненок протянул хобот Выдернул огромный пучок травы Выколотил ее о свои передние ноги И отправил к себе в рот Преимущество второе, заявил двуцветный питон Этого ты не мог бы сделать простым носом Не находишь ли ты, что здесь солнце сильно припекает? Правда, ответил слоненок Сам не давая себе отчета Он набрал тины с большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо И выплеснул себе на голову Получился грязивый чепчик, который растекся за ушами Преимущество третье Этого ты не мог бы сделать простым носом А что, если тебя обидят? Ну, я вовсе не хочу, чтобы меня обижали Ну, так не хочешь ли ты сам кого-нибудь обидеть? Очень хочу Хорошо Вот увидишь, как для тебе этого пригодится новый нос Благодарю вас Я последую вашему совету Теперь я отправляюсь к своим и на них испробую Слоненок пошел домой через всю Африку, крутя-вертя своим хоботом Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева А не ждал, как прежде, чтобы они сами упали Когда ему хотелось травы, он не нагибаясь, выдергивал ее хоботом А не ползал на колени, как прежде А когда мухи кусали его, он выламывал себе ветку и обмахивался ею А когда солнце припекало, он делал себе новый прохладный чепчик из тины Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку и через хобот она звучала громче медных труб Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам Он свернул хобот в кольцо и сказал Здравствуйте! Как поживаете? Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за твое несносное любопытство Эх вы, сказал слоненок, много смыслите вы в тумаках Вот я в этом деле кое-что понимаю, хотите покажу? И он развернул свой хобот и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками Клянемся бананами, закричали они Где это ты так навострился и что у тебя с носом? Этот нос у меня новый и дал мне его крокодил на сонный, зловонный, мутный, зеленый реке Лимпопо, сказал слоненок Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом И он подарил мне на память новый нос Безобразный нос, сказал волосатый, мохнатый дядя Павиан Пожалуй, сказал слоненок, но полезный И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу И, раскачав, закинул в осиное гнездо И так разожелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родных Но никому он не позволил обижать птичку Кулак-Кулак И вот с тех самых пор никто уже больше не давал тумаков никому И у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь Да и у тех, которых ты никогда не увидишь У всех совершенно такой же хобот, как у этого любопытного слоненка На этом наша сказка подошла к концу До встречи в Книжкином театре Пока-пока!